Здравствуйте, уважаемые седоводы-огородники! В конце августа, в сентябре уже не вступают в холодные ночи, но днём ещё достаточно жарко в некоторых районах. И особенно высокорослые томаты, вот как у меня сейчас, они будут расти до всех пор, пока их не остановят. Либо хозяин участка, либо морозы. Иногда бывает, что вы урожай собираете, но ещё некоторые завяживаются. Особенно лады, ну, так скажем, помидоры, они из-за ягоды считаются, завязываются, но и не краснели. Что нужно сделать для того, чтобы они быстрее наливались, принимали форму зрелого, так скажем, овоща или плода, и начинали краснуть. Можно использовать, побудив, использовать холейный селитр, 10 грамм на 10 литров воды, и полить под корень где-то 2-3 литра на 1 форень. Это способствует вырабатыванию фитогормона, который способствует как раз созреванию до формы зрелого плода, а потом уже этот плод начинает краснеть, гореть, краснеть, не спеть. Но сейчас, в сентябре, уже, может быть, времени не хватит на это. Можно вот как раз ускорить это. Можно без схемы обойтись. Почему у меня в руках вот ножницы и вот палочка. Вот эти вот кисти цветочные, они явно не успеют завязать плоды и тем более созреть. Но нам нужно, чтобы другой плод созрел, который ниже. Мы что делаем? Ну, просто отрезаем. А кушки. Что мы этим делаем? Мы даем возможность самому растению, направить твои силы не на рост, в рост и цветение, а именно на созревание уже завязавшихся плодов. Это раз. Можно обойтись без химии, тем самым образуется этилен. Этилен – это такой сисгормон, который отвечает за стресс растения. То есть ему нужно так испытать стресс, и тогда он направит свои силы на созревание плодов, на созревание семян, то есть потомство. Можно, если уже знаете, что вот холода, и нужно побыстрее ускорить созревание, можно сделать таким образом. Воткнуть деревянную щепочку и расщепить ствол на две половинки. Растение будет испытывать стресс, выделяется этилен. Этилен, кстати, газ, который способствует созреванию не только этого растения, но и рябьи и фодящегося. Ну, вот, примерно вот так вот. Вот так. Можно оборвать тогда все листья, оставить только кичи для созревания. И теперь многие люди говорят, что зелёные помидоры нельзя использовать, потому что якобы в них находится яд солонин, который можно отравить. Кстати, солонин находится и в ягодах картофеля. Но зелёные томаты, зелёные помидоры, зелёный-зелёный розы. Я скажу сейчас, как определить, какие зелёные помидоры будут в пищу, а какие нет. Вот на примере этой веточки наглядно видно, какие зелёные помидоры можно использовать в пищу, а какие нет. во-первых, съедобные, те, которые блестящие. То есть вот эти, вот эти, они даже дошли до технической спелси по размеру. Вот эти уже буреют. А вот это, вот маленькое, и вот это, они не такие блестящие, и они ещё не созрели. Вот их, как раз, нельзя использовать в пищу. Из семи этих плодов, вот эти две, я бы ягодки не рекомендовала сквозь. Эти можно снять, если вы чувствуете, что ночью уже холодно, и положить на дозревание в помещение, ну, на крест. Они могут сами уже доходить и краснеть. Можно положить спелое яблоко или шкурку бананов. Эти продукты выделяют этилен, способствуют как раз покраснению и уже доходят до созрелигия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова